И начнем наш выпуск с графика президента. Александр Лукашенко сегодня с рабочим визитом в России. Медиа-сообщество ожидает первых подробностей встречи лидеров двух государств, которая должна состояться в Сочи. Как известно, президенты планируют подробно обсудить весь спектр цемпла русско-российского сотрудничества, а также ход выполнения правительствами двух стран ранее данных ими поручений. Одним из главных вопросов станет импорт и замещение. Напомним, о проведении полноформатных переговоров Александра Лукашенко и Владимир Путин договорились на полях юбилейного саммита ОДКБ, который прошел на минувшую неделю в Москве. Известно, что переговоры пройдут в двустороннем формате. И это будет уже пятая с начала года встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. О безопасности ситуации в Украине и роли ООН. Александр Лукашенко направил послание к генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу. Белорусский лидер коснулся в деталях, сложившейся в соседней стране обстановки и причин возникновения конфликта. Война в Украине – это война у наших стен. Учитывая территориальную близость и общее историческое прошлое с Украиной, Беларусь искренне заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации в этой стране. Нас, как соседей Украины, беспокоит будущее региональной безопасности и гарантии национальной безопасности Беларуси. Решать эти вопросы без нашего участия, как и без участия стран региона, невозможно. Мы не агрессоры, как нас пытаются представить некоторые государства. Беларусь никогда не была инициатором каких-либо войн или конфликтов. Но мы и не предатели. Для нас важны честность и порядочность в отношениях. Наша позиция заключается в том, что озабоченности и интересы любой страны, будь то одна восьмая часть суши или островное государство, должны быть услышаны всеми. Необходимо отказаться от разрушения ООН и многосторонних механизмов сотрудничества, к чему ведет нынешняя политика по ограничению участия или даже исключению из их работы отдельных стран. К сожалению, нам видится, что ООН уже в ближайшем будущем может повторить незавидную судьбу Лиги наций. Александр Лукашенко обратил внимание на неоднократные попытки Беларуси предостеречь мировое сообщество от непрерывной деградации систем глобальной и европейской безопасности. Для разрешения ситуации наша страна выдвинула инициативу «Хельсинки-2» о возобновлении широкого международного диалога и выступила с предложением о формировании субрегионального пояса цифрового добрососедства. К сожалению, мы не были услышаны. Результат нежелания западных стран работать над укреплением общего мира очевиден. Сначала торгово-экономические, информационные войны, а затем провокация ими горящего конфликта на территории Украины отмечается в послании. Минувший четверг на встрече с российским губернатором глава нашего государства очертил круг вопросов, которые стоят на повестке встречи глав государств. Среди прочих, темы противостояния санкциям. Экономические горизонты на Востоке информационно поддержат и на нашем телеканале. Сегодня в вечернем прайм-тайме обсудят заявления двух лидеров и перспективы развития в формате союзного государства. И в ЕАЭС на нынешней неделе состоится саммит на высшем уровне. Как западные санкции обернуть восточные дивиденды? Почему экономический вызов? Окно возможностей. И что думает об интеграции реальной секторы белорусской экономики? По существу о самых насущных темах. Включайте ток-шоу сегодня в 18.30 и присоединяйтесь к диалогу в прямом эфире. Еврокомиссия удержала 100 миллионов евро из причитающихся Польше средств из-за отказа Варшавы выполнять решения суда ЕС. Ранее Люксембург потребовал от Варшавы провести судебную реформу, в частности распустить дисциплинарную палату Верховного суда Польши. По мнению Еврокомиссии, она полностью контролирует работу судей, а это лишает их независимости и беспристрастности. Однако Варшава сочла это решение вмешательством во внутренние дела страны и категорически отказалась его исполнять. За это ЕС решила наказать Польшу. Он обязал ее ежедневно выплачивать 1 миллион евро в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа. Эта сумма уже выросла до 160 миллионов, и ее будут удерживать из средств Евросоюза, которые предназначались в Варшаве. Жители Литвы вынуждены учиться экономить из-за стремительно растущих в стране цен. По уровню инфляции, которая уже превысила 16,5%, страна заняла второе место в ЕС после Эстонии. Только продукты за год подорожали на 22%, а, например, подсолнечное масло более чем на 100%, молочные товары на 50%. Стало дороже даже соль. Это повышение почувствовали на себе не только малообеспеченные жители, но и так называемый средний класс. Поэтому люди вынуждены считать деньги и тщательно планировать свои траты. В ходе социсследования литовцы намерены экономить на одежде и обуви, и в ближайшие месяцы не будут обновлять гардероб. Почти все опрошенные отказались тратить деньги на развлечения и путешествия. Из-за роста цен людям все труднее сохранять свои накопления. Финансисты отмечают, что в банках уменьшается количество вкладов и сокращается их сумма. Чехия ощутила на себе дыхание продовольственного кризиса. Продуктов на случай чрезвычайной ситуации в стране хватит лишь на полтора дня. И пополнить запасы пока нечем, и главное, не за что. Для того, чтобы поддержать население хотя бы полмесяца, необходимо около 500 миллионов евро. Это громадные для бюджета деньги. Но министерство сельского хозяйства страны требует увеличить запас продовольствия и как можно скорее найти для этого средства. Тем более, что в условиях нынешней ситуации в мире продукты дешевле не станут. И каждый день промедления будет стоить дороже и дороже. Семь человек погибли, и еще семь пропали без вести при пожаре на пароме на Филиппинах. В момент ЧП на борту находились 134 пассажиров. Когда вспыхнуло пламя, многие из них, не дожидаясь помощи, бросились в воду, где их подбирали привыкшие на место происшествия лодки местных жителей и корабли береговой охраны. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно. На Филиппинах, в состав которых входят более 7 тысяч островов, часто происходит крушение судов. Их владельцы, желая заработать, берут больше пассажиров, чем могут те выдержать. Многие из них просто изношены. В Японии прошли акции протеста против визита в страну Байдена. Сотни людей вышли на улицы, опасаясь, что приезд главы Белого дома усилит напряженность в отношениях с Китаем. Президент США прибыл на саммит по безопасности с участием глав Японии, Индии и Австралии, где лидеры обсудят борьбу с влиянием Китая в регионе. Это и вызвало возмущение японцев, которые считают, что их страна и Соединенные Штаты пытаются вести агрессивную борьбу против Пекина. В Эстонии прошли необычные маневры. Военные учились отбирать у населения машины в случае какой-то тревоги. Гражданские не пострадали, хотя озабоченности не скрывали. Армейские подразделения пока в теории изучали процедуру конфискации и пути доставки авто в зону боевых действий. Министерство обороны страны внесло в черный список более двух с половиной тысяч машин, которые заберет у владельцев в случае войны. В мирное время хозяева этих транспортных средств могут пользоваться ими по своему усмотрению, но обязаны поддерживать их в полной боевой готовности. И продать их смогут только с разрешения оборонного ведомства. В Минске задержан очередной курьер телефонных мошенников. Все чаще организаторы подобных преступлений используют несовершеннолетних для реализации своих замыслов. В этот раз им оказался 17-летний школьник. Минчанка сообщила в милиции, что ее 85-летняя бабушка стала жертвой аферистов. Пенсионерка передала курьеру за спасение внучки, якобы попавшей в ДТП, 3000 долларов и 2000 рублей. Молодой человек, который являлся посредником в преступной схеме, причастен минимум к девяти эпизодам мошенничества. А общая сумма, полученная от пенсионеров, составляет около 100 тысяч рублей. Сразу после задержания подросток указал на своего подельника, которому передал деньги. Мужчина задержан. Мне 17 лет, я учусь в школе. Предложили просто ездить на адресах, собирать деньги и оттуда давать сумму. Определенному саму пишут, какую сумму я могу забрать. В конце надо было просто перекинуть деньги по реквизитам, которые он удастся. Правоохранители напоминают, что курьеры наравне с иными участниками преступной схемы подлежат привлечению к уголовной ответственности, а также несут обязанность по возмещению материального ущерба, причиненного жертвам преступлений. Одним из наиболее эффективных способов коммуникации людей власти в Беларуси по-прежнему ставятся личные встречи. В предстоящий четверг белорусские сенаторы готовы выслушиваться и помочь в решении проблем жителям в Витебской области. Там проведут единый день приема граждан. На встречи жители большинства крупных городов региона могут попасть по предварительной записи. Она будет вестись, начиная с понедельника, в рабочее время по телефонам, указанным на экране. Кто, где и когда будет отвечать на вопросы, также можно уточнить, как в Совете Республики, так и в администрациях районов, где будет вестись прием. В списке их 13. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Качанова будет работать в Витебском облсполкоме. Как правило, все обращения рассматриваются в кратчайшие сроки. Для сенаторов работа с населением является одним из основных направлений деятельности наравне с законопроектной. Ведется она в ежедневном режиме. Благодаря личным приемам граждан с сенаторами в том, либо ином регионе, представители законодательной власти помогают местной решать проблемы жителей. Комплексно подходит к каждому озвученному вопросу. Избиратели доверили им свой голос и ждут замены отзывчивости и понимания. За прошлый год сенаторы выслушали свыше 7 тысяч просьб и проблем. В этом году динамик обращений не снижается. Прямые линии приема граждан, электронные письма, возможностей для диалога достаточно. Спектр вопросов всегда обширный. Зачастую люди затрагивают медицину. Кому интересуют наши проблемы деревенские, говорится? Ну, человек понимающий, понял, все. Вчера два дня мне позвонили. Сказали приехать в больницу. Мне полностью сразу на первый день обследовали, положили. 14 дней я пролежала. Нашли причину. Он отнесся с большим пониманием к нашей проблеме. И уже через три дня я с ребенком попала к врачу нужной специализации. Я очень благодарна Александру Сергеевичу за его отзывчивость, понимание. И считаю, что именно такие люди должны представлять наш район в Совете Республики. В этом году к парламентариям обратились почти две тысячи белорусов. Одни вопросы можно решить сразу и на месте. Другие требуют законодательных изменений. Третье нуждается просто в человеческом участии. Здоровая считается так государственная система, в которой проблемы слышат и решают. На этой неделе одно из крупнейших предприятий страны, чей бренд является узнаваемым во многих странах мира, отметит свой 76-й день рождения. И сделает это с размахом. Минский тракторный завод организует целую неделю развлекательной программы как для своего коллектива, так и для всех белорусов, чтобы разделить радость событий. На протяжении недели на различных площадках МТЗ, который, к слову, является настоящим промышленным городом, пройдут спортивные и семейные состязания, интеллектуальные игры. Состоится открытие магазина, где презентуют фирменный стиль предприятия. Не обойдется без торжественной церемонии вручения нагрудного знака ветеран завода старожилам цехов и отделов. В этом году их получит более 100 человек. Посетители смогут заглянуть даже в корпус сборки тракторов и увидеть, как сходит с конвейера знаменитый белорус.